Всем привет, мои дорогие! Сегодня необычный формат выпуска, такого у меня еще никогда не было, но раз человек постарался, сделал это, то я подумала, что сам Бог велел мне записать выпуск и вставить обязательно в выпуск видеоотзыв, который записала для меня Мария. Итак, будем сейчас вместе с вами смотреть и комментировать. Всем привет! Меня зовут Маша. Это видео я хочу посвятить Корневой Ирине, свадебному ютуб-блогеру номер один. Я давно подписана на канал Ирины, и она поразила меня своей искренностью, открытостью и позитивом. Спасибо большое, во-первых, Машенька, за то, что так постарались. Ну, реально серьезный подход. Вот вы заметили, девчонки, мальчишки, какой серьезный подход. Во-первых, у Маши петличка, у Маши сделала монтаж ролика. То есть не просто, да, там записала на телефон, а подход очень серьезный и сделала монтаж даже ролика. Это прям вот очень приятно и заслуживает отдельных оваций, аплодисментов. Если была бы возможность сейчас вставить «у-у-у-у», то я бы обязательно это сделала. Это тот человек, на которого приятно смотреть, приятно слушать. Тот, кто абсолютно бесплатно делится безумно полезной информацией, касаемо свадебной сферы. Ну, это действительно правда. Я делюсь большим количеством информации, совершенно бесплатно. Я не прошу никаких денег за то, что дают информацию. Хотя, знаете, так как я не получаю абсолютно ничего со своего канала, я, конечно, благодарна тем, кто хочет помочь, поддержать наш канал и перевести какую-то монеточку в помощь развития канала. Конечно, я была бы очень благодарна. Мне в душу запал ее девиз. Каждая девушка достойна красивой свадьбы. И с тех самых пор, как я услышала эту фразу, она не вылетает из моей головы. Могу сказать, что для меня, знаете, это не только для меня стало девизом, но и для многих девчонок, которым мы организовываем мероприятие, которым я организовываю мероприятие. Мне так приятно, когда невесты в конце, когда говорят ответное слово, говорят отзыв, начинают отзыв с того, что говорят, каждая девушка достойна красивой свадьбы. У меня есть несколько пар, которые свой отзыв прямо на свадьбе, прямо при гостях, начинают с того, что озвучивают мой девиз. Я действительно уверена, что вне зависимости от того, где живет человек, в какой стране, в каком городе и какой у него бюджет, действительно, каждая девушка достойна красивой свадьбы. Каждой девушке хочется быть счастливой, хочется сказки. И именно со свадебным агентством Ирины я понимаю, что это реально. Нет, я не делаю никакой рекламы. Идея записать это видео исходила лично из моего желания. Это действительно так. Маше я денег не платила за рекламу, хочу сказать, во-первых. А во-вторых, Маша не организовывает свадьбу с агентством. Ну, я имею в виду, что она не является нашим клиентом. Она является подписчицей моего канала. И для меня, конечно, это безумно приятно, что человек, даже вне зависимости от того, что не является клиентом, моим, да, вот с такой открытой душой. И такие теплые слова говорит в адрес меня и в адрес моей команды. Из желания сделать видео для Ирины и вложить в него всю свою душу, как она это делает для нас. Однажды на ее YouTube-канале состоялся большой розыгрыш дневников невесты Ирины Корневой. И я стала одной из обладательниц этого прекрасного дневничка. Причем подписана я на канал давно, но включила колокольчик оповещений незадолго до этого. Вот понимаете, почему так важно включать колокольчик оповещений? Я каждый раз об этом говорю, девчонки, мальчишки, включайте колокольчик, потому что у меня на канале периодически различные розыгрыши проходят. Недавно мы разыгрывали кольца. Ну, помимо колец у нас вообще был большой розыгрыш, да, у нас там были и секретные подарки, и кольца, и подвески, и рубашки, и скидки. И если посмотреть, да, то в розыгрыше поучаствовала только маленькая, малюсенькая часть тех людей, которые подписаны на канал. Вообще, если посмотреть по статистике, то колокольчик активирован только у 10% подписчиков моего канала, понимаете? То есть получается, что оставшиеся 90% реально пропускают либо какую-то важную информацию, либо могут пропустить розыгрыши и просто не получить совершенно бесплатно, да, без каких-либо капиталовложений какой-то подарок, который я периодически разыгрываю у себя на канале. Если бы не колокольчик, то я бы не попала на этот розыгрыш. Я знаю, что не у каждого из нас есть возможность нанять профессионала своего дела, который сможет организовать вашу свадьбу по высшему разряду. Но благодаря каналу Ирины, ее познавательным видео, дневнику невесты абсолютно реально организовать свадьбу своими силами. А теперь еще и благодаря моему вебинару и благодаря онлайн-обучению, которое я организовала для невесты, это стало абсолютно реально, потому что сейчас со мной вместе готовится по моему онлайн-курсу достаточно большое количество девушек-невест, которым не понадобилось иметь какие-то сумасшедшие суммы для того, чтобы организовать свою свадьбу мечты. По сути, они там заплатили копеечку, а в течение года готовятся с домашними заданиями, с моими консультациями к своей свадьбе. Мне хочется сказать вам, Ирина, большое спасибо за ваш труд, за вашу доброту, за ваше желание помочь невестам, женихам, их мамам, подружкам невесты в организации свадьбы. Маленькой сказке, которую молодожены проживают за один день. Знайте, что ваши труды не напрасны. Спасибо большое. Мне это вот, вот знаете, прям бальзам на душу, потому что я столько раз была на грани того, что всё, не хочу, больше ничего не буду записывать, потому что очень много негативных каких-то комментариев, какие-то негативные отзывы, что-то там кому-то не нравится, не нравится, как я выгляжу, не нравится, как я говорю, не нравится, что я говорю, со мной там категорически в чём-то не согласны. Для меня, конечно, это бальзам на душу, что есть вот такие вот люди, которые, ну, действительно искренне благодарны за то, что я делаю, потому что то, что я делаю, требует, ну, по крайней мере, трудозатрат, достаточно больших, хочу вам сказать, особенно если это репортажи, ну и помимо репортажей, в принципе, и съёмка любого ролика, это трудозатрат и финансовых затрат, а делаю я для вас это совершенно бесплатно. В завершении видео я хочу задать вам вопрос. Часто на фотографиях, да и в жизни, мы видим вот такие браслетики у подружек невесты. Они бывают самыми разнообразными. Хочется узнать, насколько это сейчас актуально? Стоит или не стоит тратить время и деньги на их создание? Действительно ли они делают фотографии оригинальнее? Или всё же это моветон и портит кадр? Насколько какие-либо одинаковые украшения для подружек невесты уместны в свадебной моде 2020 года? Будет очень интересно услышать ответ на этот вопрос. Ну а сейчас я говорю спасибо всем, кто смотрел это видео, и желаю каждому из вас найти свою половинку и идти с ней по жизни, преодолевая все невзгоды. Машенька, спасибо большое ещё раз. У нас отдельная благодарность за то, что помимо того, что Маша записала видеоотзыв, Маша ещё и задала вопрос. И вот в этом видео я хочу дать посыл всем тем, кто, может быть, имеет какие-то вопросы, но стесняется, может быть, написать, или не знает, как спросить, или наоборот хочет спросить в видео, потому что действительно есть люди, которым проще сказать, чем написать. Вот я тот человек, которому проще записать голосовое сообщение, чем написать текстом это сообщение. Если вы хотите задать вопрос, то вы смело можете это делать, как это сделала Маша. Маша у нас такой первооткрыватель. Она первая, кто решила задать видео вопросом, и это прямо очень-очень ценно. Спасибо, Маша, за это. Теперь ответ на вопрос относительно вот таких вот украшений для подружек невесты. Ну, скажу честно, это, конечно, уже в прошлом. Это уже не суперактуально. Раньше это, если было актуально, то это было актуально в виде натуральных цветов, натуральных украшений, которые, естественно, делались больше для фотографий, нежели для какой-то красоты, потому что, по сути, натуральные цветы, которые привязывались к руке подружек, они недолговечны. Это буквально на церемонии, после этого цветок вял, уже плохо себя чувствовал. Поэтому это, если и делалось, то делалось только для церемонии, для какого-то момента на мероприятии. Но раньше и одинаковые наряды были очень актуальны. Сейчас все-таки это уже ушло в прошлое. Одинаковые наряды, какие-то такие цветочные композиции, цветочные там композиции на руке невесты, одинаковые там бутоньерки, это все-таки уже немножечко ушло в прошлое. А особенно, если мы говорим про какие-то искусственные вещи, которые показала Маша, какие-то искусственные цветочки, искусственные бусинки, все-таки это уже в прошлом. Поэтому не стоит на это тратить деньги, не стоит на это тратить время. Лучше дать какую-то палитру. То есть это может быть палитра цветов. Цвета могут быть совершенно разнообразные. То есть это может быть палитра из... Не все оттенки красного, например, И не все оттенки голубого, например, а палитры из пяти совершенно разнообразных цветов. Золотой, бортовый, коричневый, черный, например, и так далее. И вот гостям дается эта палитра, и гости могут прийти в абсолютно любом наряде из этой палитры. Но дополнительные аксессуары это все-таки уже в прошлом. Как и очень большое количество аксессуаров у невесты, когда невеста надевает серьги большие, крупное колье, какое-то что-то в голову там большое. Все-таки это уже в прошлом. Сейчас, как вы заметили, как в последневной жизни, так и в свадебной моде все-таки все пришло к какому-то такому минимализму, к сдержанности. Сдержанность это такой ключевой вопрос, наверное, пожалуй. Поэтому нет огромного количества колец на руках у невесты, как можно было бы наблюдать много лет назад, огромного количества украшений где-то в голове и на ушах, и на шее. Сейчас все-таки если украшение, то оно какое-то одно. Если акцент, то он какой-то один. Акцент на руке у подружек это уже в прошлом, поэтому лучше это не делать. Мои дорогие, повторюсь, что если у вас есть вопросы, которые вы хотите задать, вы можете это делать с помощью видео. Не обязательно делать это с таким серьезным подходом, как это сделала Маша. Маша, отдельное спасибо за это. И я обязательно на ваш вопрос отвечу. Ну и если у вас есть отзыв, если у вас есть какое-то положительное мнение о канале, о подготовке с моим каналом, о подготовке с моей командой, то мне также будет очень приятно получить его в видеоформате. Все. Всего хорошего. Надеюсь, что это видео было полезно вам, и вы получили ответ на вопрос, который, возможно, вас интересовал так же, как интересовал Машу. Все. Пока-пока.